Всем огромный привет! Меня зовут Елена и добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня для вас очень простой рецепт, но такой нужный в каждой семье. Это рыбная консерва. Такая заготовка очень часто выручает, когда нет времени готовить ужин. Получается очень-очень вкусно к любому гарниру. Подписывайтесь на канал и узнавайте еще больше вкусных домашних рецептов. Всем, кто уже подписан, огромное спасибо за поддержку. Все точные пропорции продуктов, как всегда, в описании под видео. Давайте готовить! Рыбу для этого рецепта можно использовать любую. У меня сегодня кефаль, 6 небольших штук и 3 скумбрии. Рыбу я уже почистила и помыла за кадром, чтобы сэкономить ваше время. Голову, хвост и плавники убираем. Также тщательно вымывайте черную пленочку. Чтобы рыба легко нарезалась, размораживайте ее не до конца и нарезаем рыбу на средние кусочки. Берем чистые сухие банки. В каждую пол-литровую банку добавляем перец горошком, 3-5 штук, душистый перец 2 штуки, 1 третью чайной ложки молотого кориандра. Кориандр можно добавлять вместо молотого в зернах. Пол чайной ложки соли. Половину пол чайной ложки соли на дно банки, половину сверху потом на рыбу. 2 столовые ложки растительного масла без запаха. Одну ложку сразу, вторую потом. Далее выкладываем кусочки рыбы до половины банки. Сильно плотно утрамбовывать рыбу не надо. В каждую банку добавляем по 2 столовые ложки томатной пасты и немножко распределяем. Далее идет снова рыбка. Сверху добавляем вторую столовую ложку растительного масла без запаха и 2 столовые ложки холодной кипяченой воды. Вторую половину соли. И вторую половину молотого кориандра. Плотно закрываем банку винтовыми крышками. Крышки я перед этим заливала на пару минут кипятком. Вот так все красиво получается и смотрится уже очень аппетитно. Берем кастрюлю подходящего объема. На дно выкладываем полотенце. Ставим банки. Между банками выкладываем платочек или полотенце. Заливаем банки холодной водой, так чтобы вода покрывала крышки сантиметра на 2. Ставим на средний огонь и доводим до кипения. Затем уменьшаем огонь. Консерва должна медленно томиться 6 часов, не меньше. По мере выкипания воды доливайте кипяток. Не допускайте, чтобы крышечки выглядывали из воды. У меня уже прошло 6 часов. Выключаем огонь. Оставляем банки в воде до полного остывания. Я оставляла на ночь. Рыбная консерва готова. Крышки должны хорошо втянуться. Обратите на это особое внимание. Сразу банки после приготовления я не открываю. Даю настояться 1-2 недели. Хранить такую заготовку нужно в прохладном месте. Я храню в холодильнике. Рыбка получается очень мягкая, сочная и нежная. Косточки также мягкие. Я уверена, что такую рыбную консерву не купить ни в одном магазине. А готовится все очень просто, как вы уже в этом убедились. Очень надеюсь, что рецепт вам понравился. Если так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Вам не сложно, а мне будет очень приятно. Я желаю вам крепкого здоровья и всего самого хорошего. Всем пока-пока!